В завершении нашей сегодняшней передачи мы решили поведать об одной из самых больших грузоподъемных машин. Знакомьтесь, укладчик бревен Летурна 5594. 14,5 метров в длину, 11 метров в высоту, 5,5 метров в ширину и весом 86 тонн. С такими параметрами его вряд ли назовешь другом окружающей среды. Он используется в различных частях света, например, здесь, в Тимбер-Весте, на острове Ванхудер. Эта машина может подъехать к полностью загруженному лесовозу и поднять все имеющиеся бревна, будь то сосна, кедр, красное дерево или клён. Другими словами, это очень серьёзная машина. Первое, что поражает тех, кто видит этот укладчик, это его размеры, а также способность перевозить такое большое количество груза. Он поднимает груз весом до 50 тонн на 7 метров в высоту и перевозит его со скоростью 16 километров в час по дровяному складу. Эта машина может поднять дом средней величины. В среднем за день выполняется около 140 подъёмов. Если посчитать, за 10 часов работы эта машина может перевезти 7700 тонн брёвен. Сейчас мы стоим рядом с системой захвата. Длина каждой вилки примерно 3 метра. Сам захват 2,5 метра в ширину может раскрыться до 4,5 метров. Высота покрышки 2,5 метра, ширина 1 метр. Это позволяет им перевозить тяжесть весом 50 тонн. Чтобы машина держалась в равновесии, сзади расположен 14-метровый каркас, а также большие противовесы. В отличие от других грузоподъёмных машин, Литурна 5594 не зависит от гидравлики при поднятии тяжёлого груза. На самом деле этот гигант ездит на электродвигателе с дизельным приводом, которым управляет Рэнди Матч. Он получает удовольствие от своей работы. Этот бревноукладчик определённо можно назвать мегамашиной. Вы не осознаёте этого, пока не встанете рядом с ней, не залезете внутрь и не подъедете к лесовозу и не схватите брёвна. Должен сказать, что на такой работе не соскучишься. Грузовики приезжают, я приезжаю к одному из них, захватываю груз, снимаю его и возвращаюсь к тому месту, где происходит разгрузка. Я раскладываю брёвна как можно ровнее, чтобы сортировщики видели каждое бревно. Они помечают брёвна, после чего приходят распиловщики, распиливают их и убирают завитки. Потом более мелкие машины укладывают их на подкладку, после чего другой литурно опрокидывает их в воду. Но, как и в любом другом бизнесе, на лесном складе время – деньги, поэтому у бревноукладчика в запасе есть парочка хитрых приёмов для увеличения скорости работы и снижения усталости. На этой машине установлено шарнирно-сочленённое управление. Это значительно лучше, чем обычное рулевое управление, потому что оно может вращаться вокруг собственной оси. Поэтому, когда вы перевозите огромное количество брёвен и поворачиваете назад или вперёд, вы вращаетесь вокруг собственной оси, за счёт этого вы не испытываете никакой центробежной силы, никакого бокового сноса. Будка оператора оснащена вращающимся полом. Когда я подъезжаю к лесовозу, я нажимаю на кнопку и разворачиваюсь прямо к грузу. Это очень удобно, прямо как в кресле. Нет необходимости напрягать шею, чтобы куда-нибудь взглянуть. Вы автоматически смотрите туда, куда вам хочется. Но работая на подобной машине, нужно быть особенно бдительным. Ведь даже лёгкий удар бампером может вызвать летальный исход. Как правило, основную опасность представляют люди, находящиеся на земле. На территории склада работают 15 человек. Сортировщики, распиловщики, а также мелкие машины. Мой обзор крайне ограничен. Вся правая часть машины находится вне поля моего зрения. Поэтому перед тем, как подъезжать к лесовозу или отъезжать от него, я должен заранее просмотреть место, чтобы узнать, нет ли там какой-то другой машины или человека. Но когда летурно 55-94 поднимает огромное количество брёвен, тут ему нет равных. Я думаю, этот брёвноукладчик можно смело отнести к мегамашинам. Он был создан для перевозки тяжёлых грузов. При этом им легко управлять. Вы не чувствуете никакой разницы при поднятии груза весом в 50 или 20 тонн. Люди приложили немало усилий, чтобы создать эту машину. Их труды не были напрасны. И это работает довольно хорошо. Редактор субтитров А.Семкин